Сложно поспорить с тем фактом, что сегодня изменение климата – это один из самых значительных вызовов для человечества. Только в сентябре этого года уже пришли новости о разрушительных наводнениях в Техасе, в Индии, оселях в Сьерра-Леоне. Эти последствия изменения климата унесли тысячи жизней и послужили причиной для разрушительных экономических эффектов. На настоящий момент более половины всего населения Земли, это около 54%, проживает в городах. И со временем эта цифра будет расти. То есть где-то к середине нашего столетия у нас будет проживать уже около 60% населения будет проживать в городах. Одновременно хорошей и плохой новостью является то, что города оказывают значительное влияние на это изменение путем того, что города являются одними из крупнейших источников выбросов пленниковых газов, и это плохая новость. Но с другой стороны, города могут внести значительный вклад в решение этой проблемы. И это, в общем-то, хорошая новость. И таким образом мы, как горожане, как планета-горожан, должны научиться жить в новых изменяющихся условиях, климатических условиях. И в то же время должны стараться как можно больше внести посильный вклад, чтобы эти изменения были не такими жесткими. На этом можно было бы и закончить. Но взаимодействие этих двух систем рождает такое исключительно многообразие тем, вопросов и сфер применения, что целью нашего курса является представить спектр проблем, связанных с городами и изменением климата. В дополнительных материалах вы можете найти уточняющие вопросы, информацию, какие-то темы, которые, вполне возможно, заинтересуют вас более детально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!